Александр Григорьевич, идет процесс обсуждения о реформе Белорусской Конституции. Впереди уже фактически обсуждение, и дальше эта модель будет выноситься на референдум. Этот процесс идет, на выходе что будет? Будет приспособленный основной закон к нынешним реалиям. Уже прошло два десятилетия, по-моему, даже больше, после того, как мы приняли свою Конституцию. Времена поменялись. И это урок прошлого, в том числе, года. Нас хотели поймать на пираменах, по-белорусски говоря. Перемены, перемены, давайте перемены. Я к этому серьезно отнесся. Они на улицах кричали, наши оппозиционеры, так называемые, мятежники. Надо перемены, перемены. Начиная от перемен, новый президентом и так далее. Я все это нормально воспринял. Но я сам без них понимал, что перемены нужны будут. Мы и менялись постоянно. Ну, наверное, надо было быстро идти. И три года, примерно три года назад, не они, а я инициировал процесс изменения Конституции. Потому что перемены должны быть упорядоченные. А упорядоченные – это по закону. Основной закон – это Конституция. И выступая однажды в парламенте, я сказал, признался, что два варианта Конституции у меня были на столе. До выбора прошлого года это было. Два варианта. Но я их отклонил. Потому что они мало чем отличались от действующей Конституции. Там где-то запятую поставили, что-то добавили в какое-то предложение и так далее. Радикально не отличались. И покритиковал Конституционный суд, который был во главе подготовки этой Конституции. Я им сказал так. Вы готовьте проект Конституции, у меня на стол. Но все, кто принимает участие, завизируйте. Поставьте свою подпись. И как только сказал, его лично будете отвечать за предложение. Так предложение, только марафет. Под марафетили, где-то штукатурили и положили на стол. Никто не предложил изменения. Ну не радикальное, а существенное, приспособленное к нынешнему периоду. Потому что лично отвечать придется. И вот это уже третий заход на Конституцию. Мне пришлось это взять на себя. И подтолкнули к этому более активным действиям по Конституции. Как раз прошлое событие. И еще раз подчеркиваю, Игорь. Они кричали, перемены. Ну хорошо, давайте перемены. Сейчас они кричат, нет. Лукашенко тут проталкивает какую-то Конституцию. Под себя перемены не нужны. Ну куда уже больше под себя нынешней Конституции. Если не будет принята новая Конституция, они уже об этом тоже пишут, то останется эта Конституция, а по этой Конституции диктатура. Поэтому, значит, был процесс Конституционной реформы. Создали Конституционную комиссию. Она проработала основные вопросы. Мы их собрали. И уже в узкой Конституционной группе, рабочей группе, юристы, умудренные практики, профессионалы, которые жизнь прошли, это не только юристы, они начали дошлифовывать эту Конституцию, которая пришла из Конституционной комиссии. Это уже под моим руководством, фактически. Я постоянно с ними провожу консультации по Конституции. Потому что мне же на референдум ее выносить. Ну и, наверное, как вы сказали, патриарх должен там свое слово сказать, чтобы не разрушить страну в результате. Потому что спрос будет с меня. Вот мы уже имеем какую-то, как в советские времена говорили у журналистов, рыбу. То есть мы уже имеем что-то сырое, ну, которое уже можно читать. Мы ее читаем, добавляем. Самый главный вопрос – это перераспределение властных полномочий. Вот надо таким образом перераспределить, чтобы у президента забрать ненужные полномочия и передать тем, кто этим должен заниматься. Парламент, местные органы власти, правительство и так далее. Узаконить Всебелорусское народное собрание конституционно. У нас оно же в середине 90-х. Оно фактически живет. Это не выдумка. Его надо узаконить. Оно этого заслужило, если можно сказать. Потому что первое Всебелорусское народное собрание – это тогда, когда был страшный раздрай. Когда у нас была в стране, ну, когда вообще реванш могли взять эти националисты. И я тогда собрал это вечер во Дворце спорта. Это было больше трех тысяч человек, делегатов. И это спасло страну. Когда все увидели, да, народ сказал свое слово. И вот уже шесть прошло. Каждую пятилетку мы проводим. Поэтому нет смысла узаконить. И на эти позиции отвести нынешнее поколение. Я это публично говорю. Вот мы с тобой должны отойти во Всебелорусское народное собрание. И и же с нами. Вот это поколение, которое создало эту страну. И которое помнит ту страну, в которой мы жили. И которое привержено ценностям, которые мы сейчас исповедуем. Идет новое поколение. Оно должно управлять страной. Оттуда и президенты, и премьеры, и правительства, и депутаты, и сенаторы, и так далее. Они оттуда. Но мы должны все-таки видеть, что происходит. Какой будет механизм страховки от форс-мажоров? Я об этом думаю больше всего. Самый важный механизм, это все-таки наши белорусы. Знаешь, они не оголтелы. Ты, наверное, имеешь в виду, что придет новое поколение, и вдруг там что-то случится. Ну, на ваших плечах груз исторической ответственности. Вы создали эту страну, вы ее ввели, провели через, собственно, разные периоды. И в значительной мере ассоциируете себя с теми процессами, которые происходили. Здесь важно ювелирно подойти к тому, чтобы перераспределение властных полномочий, новая модель власти, и в то же время она была застрахована от каких-то политических форс-мажоров. Это очень важно. Я так и понял это. Я тебе должен сказать, что, ну, абсолютно, тут застраховаться абсолютно нельзя. Ну, я же прекрасно понимаю, что я человек не вечный. Я вместе со своими коллегами, создавшие эту страну, я не вечный. Придут другие. И это скоро произойдет. Но я еще раз говорю, белорусы не те люди, чтобы под ноги бросить то, что они создавали, и перевернуться. Нет. Во-вторых, вот Всебелорусское народное собрание, это один из страховочных моментов во власти, чтобы этого не произошло. Когда оно будет через Конституцию наделено следующим статусом? Полномочиями определенными. Я не хочу вперед забегать, какие у него будут полномочия. Ну, допустим, мы вот сейчас понимаем, что надо поднимать роль Конституционного суда. И не президент должен формировать Конституционный суд. Потому что Конституционный суд должен давать и заключение по итогам президентских выборов. У нас сейчас, в принципе, так и получается, что президент назначает судей всех, как и в России, ну, проводит через Сенат эту кандидатуру. Мы сегодня поговорим о том, чтобы это вывести на Всебелорусское народное собрание. Может быть, даже и председателя Верховного суда, чтобы судебный ветвь власти была независимой от исполнительной и даже от президента. И такие есть идеи. Потом объявление войны и мира. Отправка военных за пределы Беларуси там и так далее. Вот такие. Да, социально-экономическое развитие на пятилетку. Мы всегда планировали на Всебелорусских народных собраниях. Рассмотрение основных вопросов. Вообще, это высший представительный орган. Так он мыслится. Но ни в коем случае не допустит двоевласти. Глава государства, президент должен оставаться президентом. У нас должна быть президентская республика. В противном случае страну уничтожим. Импичмент президенту. Сложная процедура. Давайте выведем на Всебелорусское собрание. Центральная избирательная комиссия, которая делает заключение и организовывает президентские выборы, референдум, депутаты и прочее. Тоже есть предложение вывести на Всебелорусское народное собрание, чтобы сделать более независимым. Ну вот много таких вопросов. Я просто на вскидку не хочу их перечислять. Мы опубликуем эту конституцию. Но очень тонкая грань, чтобы это Всебелорусское народное собрание не давлело над главой государства. Чтобы она не вмешивалась там, где не нужно, в работу органов власти. Но имела достаточно полномочий, чтобы не было этих форс-мажоров. Чтобы страна развивалась спокойно. Ну как у России примерно, госсовет у вас или что-то похожее есть. Все-таки это может президент сейчас, конечно, превалирует над всеми там ветвями власти и так далее. Но в нужный момент можно задействовать госсовет и наделить его более серьезными полномочиями.